Покер и дурака, а покер дурака, вот это новая такая, знаете, один из двух шикарных интерьеров и расставить игровые столы на собственное усмотрение. Мне же за вот эти вот все правильные слова, за то, что я там запятые ставлю, за то, что я там точки проставляю, мне же за это не платят. Поэтому я нормально писать не буду, чтобы люди могли нормально все это почитать. Да вообще, кто это читает-то в самом деле? А иначе вы рискуете все проиграть. Все накопления, все мамины деньги, квартиру, может быть, даже папину. Вы все это можете проиграть, если зайдете в казино. Но, разумеется, на Даймонде, возможно, оно будет от Даймонд РП. Возможно, потому что они были выходцами с Аризона РП и с Вольф РП. Возможно, поэтому оно все вот в этом самом колесе проиграл, помним, деньги. Было дело, было. Но что с этим поделать? Ну что ж, снова Даймонд РП. Любимый, дорогой, долгожданный и так далее. Вообще, ролики по Даймонд РП, они в последнее время заходят, потому что всем людям, которые вот до сих пор остались на Даймонд РП или которых хотя бы хоть как-то краем уха слышали о том, что такой проект и есть, был. И, наверное, еще сколько-то он там, знаете ли, просуществует. Им интересно, что вообще с ним сейчас происходит. Потому что вот я вам могу признаться откровенно и честно, когда-то я сам играл на Даймонд РП. Правда, мне не особо там вот это вот все понравилось. Но тогда вот этот вот весь проект, он выглядел для меня прям, знаете, вот таким каким-то глотком свежего воздуха после Адванс РП. Хоть и отдаленно какие-то моменты были похожи, но в целом тогда была такая, знаете, обширная рекламная кампания и Семченко, и какой-нибудь там, я не знаю, Филиппин из Бро. Это чисто такой, знаете, пример. Но в целом там вот нечто подобное было. И, в общем-то, ладно. Давайте перейдем к самой новости, потому что, ну, нужно уже перейти. Там ролик как бы вот в хронометра, что он не резиновый, и все, мы должны успеть за все вот это вот время или вроде того. Через пару дней выходит глобалка на Даймонд Ролли Плей. Но они заранее решили раскрыть все карты. Большая часть обновлений коснется армии и системы казино. Начнем, пожалуй, с казино, которое теперь действительно выглядит круто. Разработчики обновили как интерьер, так и экстерьер здания. Оно было смоделировано, слизано и сделаны все прочие вещи с казино Даймонд в GTA 5. Теперь тут можно поиграть в кучу игр. 21 очко, кости, рулетку, блэкджек, покер, дурака. Почему-то, вы знаете, покер, дурака. Знаете, вот покер, дурака. То есть не покер и дурака, а покер, дурака. Вот это новая такая, знаете, азартная карточная игра. Вот покер, дурака. Вот, если вы не знали, то такая игра есть. Она есть на Даймонд РП, ее вот придумал Рома Злобин в Life Samping. А еще можно покрутить однорукого бандита или попробовать сорвать куш в колесе фортуны. Кстати, в колесе можно будет выиграть уникальный транспорт, который нельзя будет купить просто так. Помимо новых игр в казино, появятся пентхаусы, которые можно будет приобрести. Почему нет запятых? Помимо новых игр в казино, запятая, появятся пентхаусы, точка. Или там запятая, которые можно будет приобрести. Покупатель сможет выбрать один из двух шикарных интерьеров и расставить игровые столы на собственное усмотрение. В пентхаусе также будет доступ к функциональный бар и обширный аквапарк. Господи, как будто бы какой-то реально нерусский человек пишет. Я не понимаю, в пентхаусе также будет доступ к функциональному бару и обширному автопарку? Или что? Я не понимаю. То есть, просто он так написал, что я ничего-нибудь типа скриншоты хорошее. Написано, вроде тоже поначалу что-то там было, но потом ему настолько стало лень. То есть, я Рома Злобин, я могу только вот такие, знаете, рекламные посты писать. А всё остальное, не, вы чё, это же, мне же за вот эти вот все правильные слова, за то, что я там запятые ставлю, за то, что я там точки проставляю, мне же за это не платят. Поэтому я нормально писать не буду, чтобы люди могли нормально всё это почитать. Да вообще, кто это читает-то в самом деле? Понимаете, тут все картинки зашли, посмотрите, всё. И то есть, на всё остальное людям вообще насырить. Какие там пентхаусы, дома, Даймонд РП, казино? Я, кстати, осуждаю казино, всё прочее. Но что это такое? Зачем? Для чего? Для кого? Что ты делаешь? Я не понимаю. Но тут ещё, знаете ли, в чём дело, есть скриншоты. И ролик по этому можно растянуть аж минут, наверное, на 20, 25 или, возможно, даже 30. Поэтому давайте уже не будем тянуть и перейдём к самому скриншотам Даймонд РП. И первый скриншот это у нас The Diamond, казино и ресорт. Я не знаю, что такое ресорт, но я знаю, что такое казино. Но дети, уважаемые, не играйте в казино, а иначе вы рискуете всё проиграть. Все накопления, все мамины деньги, квартиру, может быть, даже папину. Вы всё это можете проиграть, если зайдёте в казино. Но, разумеется, на Даймонде, возможно, оно будет неплохое. Давайте же это в самом деле и узнаем. Следующий скриншот. Ну, тут, то есть, всё оно как-то похоже, ну, такое, знаете, на Аризону РП, что ли, или вроде-то. Возможно, я могу ошибаться. Возможно, все казино изнутри, они так и выглядят. Но похоже вот на казино с Аризоной РП. Вы можете меня осуждать. Вы можете говорить, что я дебил. Вы можете сказать, что я там, я не знаю, проплаченный ещё какой-нибудь. Но в целом-то вы что-то будете отрицать. Тут я даже не знаю. Ну, тут же невозможно ничего отрицать. Чуваки, давайте смотреть правде строго в глаза и никуда больше. Потому что вы, видимо, отклоняете свой взгляд влево, вправо, направо и так далее. Тут вот просто очень сильно похоже всё это на Аризону РП. Возможно, потому что разработчики вот эти вот новые от Даймонд РП. Возможно, потому что они были выходцами с Аризону РП и с Эвольф РП. Возможно, поэтому оно всё вот так похоже. Следующее, это у нас так называемое колесо Фортуны. Тут ничего интересного. Похоже, вот это вот всё колесо использовалось на сам ПРП. Когда ты там выбираешь, на что поставить. И 2Х, 4Х, по-моему, там что-то 16Х, и 8Х, и 32Х. Вот вроде того, там всё это было. Ты ставишь, выигрываешь, либо проигрываешь. Когда-то я стримил на сам ПРП, и вот в этом самом колесе проиграл, помню, деньги. Было дело, было. Но что с этим поделать? Давайте мы гадать, в общем-то, тут теперь и не будем. Потому что зачем, для чего, для кого. Неизвестно, непонятно и не нужно. Следующий скриншот, это у нас опять-таки вот это вот, знаете, счётчик. ФПС обязательно справа и снизу. И сама вот эта вот вывеска. The Diamond Casino Resort. Или казино и ресорт. И что такое ресорт? Вот кто-то знает. Я сейчас просто загуглю, если это что-то плохое. То я не знаю, как вы будете разбираться. А, это курортный комплекс. Господи, какое же слово сложное. Специально вот забавили меня на это, чтобы я там курортный комплекс. Вот это вот всё проговаривал, говорил и несколько раз всё это записывал, запинался. Просто вы издеваетесь. Ресорт. Ну вот, я не знаю. И оказывается, что всё это действующее казино, оно будет находиться там, где находится казино Каллигула. Для тех, кто играл на Advanced RP, или хотя бы проходил одиночную GTA San Andreasen. Или для тех, кто проходил хотя бы одиночную GTA San Andreasen. Это место, оно должно быть до боли знакомо. До боли, прям, знаете, где-нибудь в печени, в печенках, в кишках, в прочих вещах. Оно всё должно быть там вам знакомо. Поэтому вот, да. Вроде того, всё вы можете узнать, понять и рассказать вам и всем остальным нам. И следующий скриншот, это я не знаю, зачем они всё вот эти вот бесполезные, ненужные скриншоты делают. Потом вы в комментариях будете жаловаться, что вот, ты там какую-то вот эту всю воду свою льёшь. А как винилить? Вы посмотрите. То есть, даже в рекламных, новостных постах, когда нам должны дать всё самое важное, нам нас сыпят какими-то вот этими всеми скриншотами, которые нам абсолютно точно не нужны. Зачем? Для чего? Кому это всё нужно? Непонятно. Но вот нас сыпят и я вас тоже всем этим засыплю. Поэтому давайте вот нечто подобное как-то со всем этим жить. На этом всё. Посмотрим, что у DiamondRP по итогу получится. После всех вот этих вот преобразований, конфликтов и вот ещё каких-то прочих вещей. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой правонкод, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Всё это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливаете. Там всё это смотрите, рассматривайте и познавайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok